Тима, тебе привет! Я знаю, что ты человек, который безумно любит автомобили Это правда? Есть такое Я предлагаю покататься и поговорить об этом С удовольствием Поехали! 12 декабря в российском прокате картина «Одноклассники», в которой ты сыграл самого себя и друга главного героя И у тебя там была очень крутая машина, вот расскажи поподробнее Это лимитированная серия Lamborghini Murcielago SV По Lamborghini каждая серия, то есть начинают Contouch, потом Diablo, потом Murcielago и сейчас уже Aventador То есть самый последний выпуск, последний год выпуска заканчивается серией SV Super Veloce То есть они делают в этой серии машину более облегченный корпус, более гоночную модификацию Ну то есть самая топовая версия это SV Очень долго искал эту машину и охотился именно за номером 13, поскольку это мой счастливый номер Было все общее на 350 машин, я умудрился найти 13 номер и купить А ты свою снимал машину? То есть это была не киношная машина? Нет, это моя машина Я знаю, что ты записал саундтрек к этому фильму и даже снялся вместе со Snoop Dog'ом Он тоже большой любитель машин? Не первая наша работа со Snoop'ом, вот и надеюсь не последняя Отличный парень Касательно машин он как раз вот любит старых американцев Вот импалы 64-й, длинные Кадиллаки Вот у него большая коллекция именно этих американских машин Кабриков в основном Но все-таки ведь главная идея фильма, что в руки главного героя попадает кнопка А-ля лампа Аладдина И он может полностью поменять свою жизнь А вот если бы у тебя была такая кнопка, только связанная с машинами Вот какую бы машину ты выбрал? Хороший вопрос Если бы у меня была такая кнопка, наверное, у меня был бы самый крутой парк Спортивных автомобилей А сейчас разве не так сейчас? В мире В мире Нет, к сожалению, потому что, ну, для всех нету места Люблю спорткары А днем езжу на более спокойных машинах Ну сколько сейчас машин в твоем парке? Приблизительно Я не знаю, я не считал 10, 20? Если касательно спорткаров, то, ну, машин 7, наверное, есть А чего больше все-таки спорткаров или обычных автомобилей? Спортивных машин больше А какие? Феррари, Ламборгини Мазерат есть Мерседес Ну, разные тачки Ну, а эксплуатируешь ты их как? То есть, вот ты выезжаешь, например, вечером, у тебя обязательно променад на одной И утром, например, там на утреннее интервью, допустим, или концерт Или там что-то, ты едешь на другой машине Есть какая-то традиция в этом? Честно, у меня практически вообще нет времени на них кататься Поэтому выезжают они куда-то крайне редко Я постоянно чем-то занят и эксплуатирую в городе гораздо более практичные автомобили А какие? Самые ходовые? Вот на чем ты сегодня приехал? Автобусы, джипы Джипы – самая любимая Сегодня приехал на Гелендвагене Это моя детская мечта Была изначально Вот, собственно говоря, не изменяю этой традиции И больше всего люблю Гелендвагены А за что? За их брутальность За их мощь За то, что они имеют военную конструкцию Брутальный, грубый, жесткий, мощный, проходимый, быстрый лендваген Он имеет свой четкий характер Четко характеризует хозяина А у тебя же столько мощных машин Я даже боюсь спрашивать про налоги Я плачу налоги Все полностью Оплачиваю там все штрафы, которые приходят А много штрафов приходят вообще? За что? В основном? Штрафы приходят У меня штрафы приходят в основном за выезд на полосу для автобуса Потому что у меня практически нет штрафов за превышение Там, за нарушения Там, сплошные Я не нарушаю практически правила дорожного движения Был какой-то самый безумный поступок Который ты совершил на дороге И потом тебе как-то стало самому даже некомфортно? Да, лет пять назад По глупости Собственно говоря Ну, еще совсем молодым был Хотелось приключений Уходил от постов Ушел от четырех постов В конце перекрыли шоссе Меня вытащили Положили на капот За мной ехала машина Наверное, шесть или семь Сколько? Ну, полчаса все это длилось Как-то было интересно, как это происходит Отобрали права Это было по-настоящему? То есть это не была очередная, допустим, пиар-акция И все подумали, что... На два года отобрали у меня права Два года ездил с водителем Но когда ты покупаешь автомобиль Спортивный, обычный, неважно Что для тебя самое главное? Что ты первое меняешь в нем? Я люблю детали всякие Вот на новый Авинтадор поставил Такой же хвост от SV То есть мне нравится такой большой спойлер Который прижим дает мощный То есть какие-то нюансы Что я меняю практически во всех машинах Это диски Вот хорошие диски Это важно Там тормозную систему можно поменять Там стоковую на керамику Если есть желание А так стараюсь вообще не трогать автомобили Но у тебя же у одного из первых Был еще кроссфайр, по-моему С дисками и очень такой Довольно узнаваемый автомобиль У меня самые первые были спиннеры Хромированный диск И в середине такой пропеллер Который раскручивается от езды И то есть фактически что получается Когда машина на светофоре останавливается Пропеллер продолжает крутиться И такое ощущение, что машина стоит и шлифует на месте Очень такой крутой эффект был Вот у меня, наверное, первые эти диски были В Москве Но пришлось быстро поменять Потому что эти диски провоцировали аварии Люди смотрели на эти диски И там Целовали друг друга на машинах Я даже знаю, что ты участвовал в гонках в пустыне Расскажи про это Это что-то типа багги? А я постоянно тренируюсь в картинг-клубах На мини-байках Траектории разучиваю По песчаным барханам катаюсь По горам А последний раз где был? В какой пустыне? В Дубае мы гоняли по барханам На таких заряженных багги мощных достаточно На ручке Ну расскажи, в чем кайф Ты полностью, простите, весь в песке Все в песке Ничего не видно Супер ощущение От чего? От скорости? Скорость, в принципе, она небольшая Просто вот это все летит? Не, почему? Заряженные багги Идут Около 120-130 километров Кайф в том, что ты заезжаешь На любую сложности барханы Вот на такие подъемы Спуски И она везде проходит И не вязнет Не тонет в песке За счет ширины и диаметра колес Круто Можно по барханам попрыгать С бархана на бархан Перепрыгивать А не опасно? Ну все опасно Но вот там Четырехсторонние ремни С центральным клипером В шлеме едешь В перчатках Тимати, всегда приятно Когда приходят люди Которые разбираются в автомобилях В гости И есть о чем поговорить И огромное количество Есть что обсудить Но, к сожалению, время нашей программы Подходит к концу Вот я уже вижу твой черный Мужской кэтваген А диски какие, слушайте Намытые Причем на улице Слякоть, грязь У тебя такой красивый автомобиль Ну что, пошли смотреть? Запросто 63-й мотор МГ Это Новая модификация Ну это последняя самая Полтора года, да Как выпускают Езжу вообще каждый день И слезы радости вытираю Как говорят Собственно говоря Многие Эту машину не очень любят Потому что она очень жесткая Потому что она некомфортная И мне кажется Не вот так вот место Не, сидишь как на табуретке Ну Нету Многие сравнивают ее с УАЗиком Ну что ж тут греха таить Ну кто-то с УАЗиком Да, сравнивает Кто-то говорит Военная машина Неудобная Стоит нереально денег А сидишь как на табуретке Да, это бешеная табуретка Но это моя самая любимая машина Ну давай присядем Сижу в прекрасном автомобиле С прекрасным гостем сегодня Тимати И все мне здесь нравится Особенно вот эти вот Красные вставки на дверях Кожа черная С красным С элементами карбона Расскажи что По опциям Что самое любимое Что нравится Вот это вот Обязательное условие Замшевого руля Это для чего Это я люблю Когда летом Ладошки бывает Потеют Если так нормально водишь То есть все-таки гоняешь Алькантара не скользит Ну это такая какая-то Гоночная привычка На самом деле И у меня все рули В Алькантаре Какая-то моя вот привычка Ну то есть основное первое Ты берешь машину Перетягиваешь руль Что еще ты переделаешь? Здесь вообще ничего не делал Я просто изначально заказал Тот пакет опций Который я хотел Я хотел там потолок Из Алькантары Хотел карбоновый пакет Цвет заказал Салоновый Красные вставки Собственно говоря Все Все остальное Я просто заказал Фул То есть все опции Какие есть Более-менее Ну там адекватно Понятные А их не так много В Глендвагене В Глендвагене там Максимум 6 опций Все Ну ты знаешь Я вот второй раз Сижу в новой В новой версии Глендвагена И она намного Отличается от Допустим Тех же предыдущих Там 2-3 поколения назад Там действительно был автомобиль Который похож на ВАЗик И не знаю как с управляемостью Но вот по внешним Всем вот этим историям Вполне комфортный Мнедорожник Не сказал что это ВАЗик Абсолютно И подвеска стала другой Добавилось мощности Добавилось устойчивости И стабильности Ведь старые машины Даже еще вот старые 55 Нередко Из-за отсутствия Правильной балансировки Из-за большой мощности Переворачивались То есть на скорости Парусность очень большая Ну говорили да Что его очень легко перевернуть Вот Этот невозможно перевернуть Перед тем как его взять Я поехал в компанию Мерседес И попросил Вывести на трек Гелендваген И что я только с ним не делал Что ты возишь с собой обычно Вот что необходимо В автомобиле Чтобы было при тебе У меня в багажнике Сумка для спорта Для спортзала Все А какие-то там Не знаю Вода, еда Или что-то Я люблю когда в машине Ничего нету Когда ничего не лежит лишнего И меня страшно раздражает Когда машина превращает в помойку То есть у меня прям Я не знаю Ну не то что непереносимость У меня прям трясти начинает Когда какая-то фигня везде Вот лежит не там где надо Можно просто посмотреть Вот на мой бардачок Ничего Идеальная чистота Страховка Какой-то шнур для телефона И техническая эксплуатация Абсолютно То есть ничего лишнего В машине Ну на мой взгляд Не должно быть Тимоти Спасибо большое Что ты был у нас сегодня Я надеюсь В следующий раз Я обязательно приглашаю тебя В программу И в следующий раз Ты нам покажешь Еще какую-нибудь Красивую машину Да? Запросто Все на Премьеру Одноклассники.ру Уже с 12 декабря Во всех кинотеатрах страны Порция позитива Одноклассники.ру На клик и удачу Смотреть всем Каренина на Авторадио Счастливо Пока Увидимся в кино Счастливо 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 Счастливо